Программа Пульс на пятом канале. В прямом эфире сегодня обсуждаем тематические вопросы, связанные с Днем журналистов в Молдове. Соответственно и гости у меня журналисты, мои коллеги, извините, это Людмила Бельченкова, которая в том числе, помимо журналистской деятельности, является президентом организации СтопМедиабан. Это организация, которая защищает в том числе права журналистов. Ждем, что к нам присоединится еще и журналист Валерий Реница, пока он задерживается. Но, надеюсь, мы его сегодня увидим. Здравствуйте, Людмила. Простите. Видимо, под впечатлением от вашего присутствия, что-то я заволновался. Не переживайте. Аудитории Молдавской вы известны, и Валерий Реница, вы известны достаточно давно. То есть большого представления вас, как журналиста, не требуется. Скажите, когда вам работалось интереснее, удобнее, может быть, легче, как журналисту? В прошедший период или, может быть, сейчас? Интересен ли нынешний период для вас по сравнению с периодом, который был раньше? Ну, вот то, что слово «интересен этот период», я бы точно не употребляла. Этот нынешний. Этот нынешний период, потому что он настолько сложный, несправедливый. И местами даже, я не знаю, не хочется употреблять какие-то нехорошие слова. Но он противный, этот период. Потому что и мне, и моим коллегам, тем, которые действительно остаются журналистами. Я же не одна такая, у нас здесь много. Нам реально сложно, потому что мы не можем говорить то, что мы хотим. Потому что любое инакомыслое у нас сегодня наказуемо. Потому что власть все больше и больше ужесточает какие-то рамки. И в соответствии вот в этих рамках работать, я не знаю, наверное, просто архи сложный. Хорошо, что есть интернет, и ты можешь в интернете как-то донести до зрителя свою точку зрения. Если бы этого не было, я не знаю, что бы в конечном итоге выходило. Потому что те стерильные новости, которые дают проправительственные наши СМИ, это, конечно, не новости. Будем говорить совершенно честно. А легко мне когда работало... Наверное, слово легко не очень подходит вообще к профессии. Потому что если ты журналист, то у тебя всегда есть какие-то сложности. Если у тебя нет какой-то цензуры внешности, то есть внутренняя, это обязательно должно присутствовать. Вот. Но, наверное, был период, когда вот, не знаю, до коммунистов немного. Потом вот этот период, когда все-таки не было вот этого давления. Это был период, когда совет по телевидению, тогда он назывался Координационный совет, он был нам в помощь. И вот, представляете, я могла позвонить главе этого совета и спросить... Михалка, если не ошибаюсь, была. Да, Михайлов. Михайло. Михайло, да. Но еще до этого был господин Чубашенко, папа Дима Чубашенко. То есть это все были люди, которым можно было легко позвонить и спросить. Вот так-то и так-то мы хотим, вот как правильно. И эти люди реально, они нам помогали. Они говорили, по закону вот надо сделать так. И мы шли как-то, мы что-то делали. Ведь нет уже журналистов цели обязательно нарушить закон, сделать какие-то такие вещи непозволительные, ни с какой позиции. Вот то было то время, а я его прекрасно помню, это было хорошее время. Это было, наверное, золотое время. Если позволите, я представлю зрителям Валерию Реницы. Он присоединился к нашей компании, замечательный. Сейчас, Валерий, я вам вкратце расскажу, о чем мы с Людмилой говорили. День журналиста в Республике Молдове сегодня отмечается 12 июня. Поэтому начали мы беседу с Людмилой о том, сравнивая прошлые периоды с нынешним. Как работалось с журналистом тогда и как сейчас работает. Вы что можете сказать, исходя из своего опыта? Когда вам было интереснее, удобнее, легче, проще? Сейчас или тогда? Добрый вечер. И извините за опоздание. Мы как-то с коллегами говорили, когда был золотой период в журналистике для нашего поколения. И все сошлись на то, что начиная с Горбачевской перестройки и где-то до того, как начали наши партии уже консолидироваться. Это где-то до 1994 года. Ну, считайте, без малого там 10 лет было настоящей свободы. Ну и потом, к сожалению, многие сопротивлялись. Но и говорили нам коллеги даже из-за рубежа, что лучше вам не принимать закон о печати. Потому что он будет интерпретирован так, как хочет власть. Ну, приняли. Думали, что так лучше. Тогда еще с нами советовались. Прошел тот период, стало жить немножко легче, хуже. То есть не всегда можно было писать то, что хочешь, но это нельзя сравнить с тем, что вот стало теперь, последние три года. Теперь была, я помню еще, скажем, потому что я начал писать в 80-х годах, да. Тогда была советская цензура, понимаете. Но тогда какая цензура была? Тогда хотя бы было очень много удовольствия от того, что пишешь. То есть твое слово достигало тех целей, которые ты ставил. Да, иногда темы были не те, некоторые вещи убирались. Но все равно было удовлетворение, удовлетворение профессии было. Потому что тогда, по сравнению с настоящим временем, слово звучало. И была ответственность. И люди, если они, не дай бог, попадали в прицел нашей критики, то они должны были отвечать. Вот я хотел сказать, что четвертая власть, это же было не пуслое слова с сочетанием, не фигура речи просто была. Действительно, журналистика могла, журналисты могли добиться справедливости каких-то вопросов, решения каких-то проблем. Теперь, потом на нашей статье, вот скажем, прямо не очень стали обращать внимание или на наше слово. Но мы еще, скажем, вот из демократии полюбили эту свободу. И некоторое время действительно была эта свобода. Ну, более-менее, смотря от редакционной политики какая. Ну, а сейчас, если по-честному говорить, если по-честному, то вам скажут и те, которые сейчас в подполе, вот как мы сейчас, да. Потому что я считаю, что это подполе. А если, скажем, в очень таких откровенных разговорах с проправительственными журналистиками, они говорят, они признают, что да, сейчас стало очень, очень несвободно. Несвободно. Нельзя, во-первых, нельзя критиковать власть. Это не было никогда. Это даже не было и при Советском Союзе, в СССР. Там тоже можно было... Да, были табу, но не было такого, что тебе нельзя критиковать власть. Можно было. Если горкомовская газета, то можно было критиковать партию. Если партийная, то можно было горком и так далее. Ну и сейчас табу не было, что разве во время коммунистов было табу критиковать Воронина? Сколько угодно его критиковали. Ну сейчас вот нельзя, некоторых людей нельзя. На нас натравили СИБ, на нас натравили прокуратуру, натравили полицию на некоторых. Есть еще размноженные советы с разными остальными названиями прилагательными, которые тоже почему-то нацелены на нашу работу. Да, и есть какой-то пакет, который мы четко знаем, то, что нам можно, журналистам. Вот сейчас напридумали новое, госпожа Витцу в совете по аудиовизуалу, выдумывают какие-то новые правила, что можно, что нельзя. И эти правила почему-то очень хорошо подходят для власти, но не подходят для нас. А как вы думаете, эти ее предложения могут быть приняты? Я процитирую, что, ну это длинная цитата будет, я тогда уже не буду цитировать, я вкратце расскажу, что оказывается линию власти критиковать нельзя. И даже если повторно это повторяется, первый раз еще можно как-то это воспринять как ошибку. Но если это периодически критикуется власть и государственную структуру, то это уже может быть воспринято как дезинформация или какая-то подрывная деятельность. И я, кстати, не согласился бы с вами, что мы ведем работу из-под поля, даже вот так вот вещая в соцсетях. Тем более, что у нас гости Людмила, которая совершенно открыта и в своих передачах, и в других видах журналистской деятельности, все-таки добиваются того, что говорит, какие-то правильные вещи нужны. Испытываете ли вы на себе, кстати, это давление со стороны власти? Я испытываю давление, конечно. Я не могу сказать, что мне прям другие говорят, что угрожают моей жизни или что. Но пишут, конечно. Гадости пишут после эфиров. Особенно можно же написать что-то в Фейсбуке. Как-то там они под всеми этими профилями подставными. Вот это в основном какая-то есть. Да, есть угрозы. Но я понимаю, что без этого как-то никак нельзя. А я бы, наверное, сказала коллеге так, что... Ведь дело не в том, что вот правила там вот такие сейчас вводятся. Я бы сказала, что проблема в том, что правил-то нет никаких. Ведь смотрите, что происходит. Последние решения, вот последние решения в отношении Пятого канала, которые, да, значит, были приняты санкции, приостановлена лицензия. Это ведь не за журналистскую деятельность. Мы можем сколько угодно, да, выполнять то, что они от нас хотят. И я, и ты, и вы, да. Но потом найдут какую-то, значит, причину. И на основе подозрений. Понимаете? Ведь они не доказали, что Пятый канал там делал... Мне очень нравится это формулировка. Обоснованные подозрения. Никто не понимает, о чем идет речь, но звучит красиво. То есть, понимаете, вы можете сколько угодно выполнять даже их новые установки, да, значит, новые поправки. Но это не гарантирует того, что через пару дней не придерутся к чему-нибудь этакому. Потому что они будут подозревать, что вы что-то там себе замыслили. Вот они будут подозревать, что вы, уважаемый Юрий, замыслили там такое, и поэтому вы задали мне такой вопрос. Понимаете? И вот на основе этих подозрений, что вы замышляли там что-то такое там замутить, скажут, а вот знаете, вот, уважаемый Юрий, вот вы у нас, собственно говоря, давайте-ка к нам на беседу, мы с вами пообщаемся. И далее уже по усмотрению. Вот в чем, на мой взгляд, самая большая проблема. Что нет никаких правил. Вот так как-то получилось. Мне подсказали коллеги, что в регламент уже внесено это предложение. Вот я нашел этот кусочек. Критикуется внешний вектор страны, то есть это против внешней вектор страны, государственной политики в ключевых сферах, реформы в контексте европейского курса и так далее. И это уже действует в регламенте. То есть Совет по телевидению и радио может наказать любой телеканал, если он не соответствует вот этим установкам, предложенным Лилианой Витсу. Ну, давайте мы посмотрим, да, как конкретно все это все-таки. Потому что, насколько я понимаю, что эти изменения, они предложили, за них как-то кто-то еще должен голосовать. Потому что, окончательно, насколько я понимаю, что еще решения этого нет. Потому что, если есть регламент, то хотелось бы, чтобы хотя бы вот с этими новыми, что делает Совет по телевидению, который не является карательным органом. Он для начала общается с журналистами, говорит, уважаемые журналисты. Да, было же такое. С нами общались, нас спрашивали иногда, что мы думаем по этому поводу. Вот, то есть нам как-то должны, наверное, сказать, что вот то-то, то-то как-то. А то вот получается, что давайте мы вот сейчас вот это сделаем так как-то вот это, а вот вы все не можете и до свидания. Вообще как-то не очень. Но то, что опасения есть, я в этом абсолютно уверена. Не карательный орган, но все-таки так по своим действиям он превращается или уже превратился. Я бы, если бы была возможность, задала бы один вопрос. Вот в Великобритании прошел Brexit. Да? То есть, вы представляете, люди выступали против европейских перспектив, европейского настоящего, европейского будущего своей страны. Люди выходили, аргументировали. Да, мы знаем, как это происходило, мы знаем героев, мы знаем политиков. То есть, согласно этой логике, их всех, тех, кто выступал против европейской интеграции, им должны были закрыть рот, да, запретить все вот это и применить к ним какие-то карательные, наказательные, что называется, меры. Никому не приходят в голову вот эти моменты как-то сопоставить. Сейчас настроения по выходу из Евросоюза возникают и в других странах. Сейчас вот уже получили традиционные партии, правительственные партии и во Франции, и в Австрии, и в Бельгии, и в Германии. Они получили, вот он, недоверие. И на этой основе хотят, вот во Франции уже проводят выборы, в Германии предлагают очень настойчиво оппозиционные партии. То есть, если мы будем говорить об этом, если мы будем говорить об этом, о чем трезвонит вся пресса Европы, то мы, оказывается, попадаем под какое-то наказание, потому что мы говорим то, что говорит демократическая пресса в Европе. Можно ли это считать дезинформацией, эти свершившиеся уже факты где-то за рубежом и то, что может случиться в республике? Нет, ну это не просто странности или парадоксы. Мы становимся похожи на что-то ужасное. На Орвала, на крутой большевизм 20-30-х годов и так далее. То есть, сидит человек или 2-3 человека и подписывает какие-то там бумаги, что нельзя, что можно. А где суд, где реформирована юстиция? Если уже зашла речь о Европейском Союзе, Людмила, вы бываете в европейских странах, вы общаетесь с представителями европейских структур, различными и с отдельными официальными представителями, отстаивая права журналистов в Республике Молдова, обращая внимание вот этих лиц, с которыми вы общаетесь, на то, что происходит в сфере свободы слова в нашей стране. Есть ли результат какой-то? И как реагируют ваши собеседники на то, что вы им сообщаете? Ну, реагируют они подавляющим большинством. Следующим образом, они удивляются. Потому что та информация, которая есть у них, которая доходит до них, исходя из мейнстримовских таких источников. То есть, у нас что знают о том, что Молдова, значит, у них такой президент проевропейский, да, а она проевропейские реформы в стране, значит, проводит. Смотрите, Байден ее похвалил. Значит, все прекрасно, замечательно. Урсула в фон Дерляйн приезжает сюда, вот уже там, вот, другие европейские чиновники. И когда мы рассказываем, и мы буквально вот чуть ли не хронологию, да, предлагаем им, они страшно удивляются. Но больше всего меня вызывает, знаете, какой момент у них удивление вызывает? Это когда мы говорим, они спрашивают, а кто принял это решение, мы говорим вначале. Ну, вначале это была чрезвычайная комиссия, потому что нам вменили пропаганду через молчание. Здесь, как правило, идет смех. Они смеют, а как вот так можно? Ну, вот так. А когда мы уже начинаем говорить, что уже приложил руку совет по инвестициям, там, да, тут уже вообще люди просто не понимают. Они вообще не понимают. Они говорят, извините, а как? Какая связь между... Какая связь, извините. А что, разве не суд должен решать? Или есть же специализированные? Мы на это отвечаем, да, как бы по идее должны, но вот у нас, к сожалению, такая ситуация. И люди после этого всего, после всей этой информации, они пытаются понять, что они могут для нас сделать. И некоторые из них предлагают какие-то решения в соответствии с их полномочиями. То есть вы понимаете, что есть такой инструмент, как резолюции, да? Вот выходит господин Попшой в Страсбурге, например, и говорит, боже, его слушаешь, думаешь, господи, как хочется жить в такой стране, в которой он живет. В какой он живет? Он говорит, в Молдове. Ты думаешь, господи, ну как же мы в разных странах с ним живем. Это все не должно быть так. Депутаты должны вносить поправки в эту резолюцию. Должны приниматься справедливые какие-то решения. Они могут задавать свои вопросы, когда принимаются решения. Вот сейчас решается вопрос по поводу начала переговоров, да, значит, с Украиной и с Молдовой. Они могут инициировать различные встречи наши с депутатами. И я не буду сейчас говорить, в какой стране конкретно, но у меня есть договоренность о том, что я приеду, расскажу членам комиссии по внешней политике. У них действительно был интерес, потому что они говорят, нет, вот то, о чем вы рассказываете, надо говорить людям. Членам комиссии по внешней политике, это уже, наверное, в следующем составе Еврокомиссии? Нет, это их парламента. Это в европейском парламенте? Да, не в европейском, это парламент этой страны, с которой я вот с разными депутатами говорила. Не хочу говорить, потому что, бог его знает, вот начнут сейчас давить, там, не знаю, есть какие-то. То есть, понимаете, да, потом есть предложение пресс-конференцию провести. Вот мы посмотрим, если получится, тоже будет, наверное, здорово. Хочу пообщаться с ними, рассказать, на самом деле, как происходит. Понимаете, что самое сильное наше оружие, самая сильная наша сторона, то, что мы говорим правду. Вот ничего не придумываем. Количество каналов никто не придумал. Причины, пожалуйста, не поменяли. Мы с вами говорим, что мы говорим правду, кто-то про нас говорит, что мы говорим неправду. Кто-то говорит, что мы вообще следуем чьей-то руке. Какого-то прокремлевских журналистов придумали. Журналистов, которые участвуют в гибридной войне против нашей страны. Что это за страшная война такая гибридная, мало кто может объяснить. Многосоставная какая-то, видимо. Но, тем не менее, нас вплетают во все это. И, кстати, журналистский лагерь, он же тоже разделился. Есть наши коллеги по ремеслу, которые тоже с удовольствием говорят о том, какие мы плохие, как мы дезинформируем общественность. И что надо нас еще как-то санкционировать за то, что мы ругаем власть. Журналисты, они априори должны поругивать вас, критиковать. Во всяком случае, рассмотреть под микроскопом. Почему, Валерий, как вы считаете, почему журналистский лагерь вот так разделился? Ведь и раньше были какие-то деления между журналистов. Сейчас, по-моему, это усугубилось еще больше. Те, кто нас критикуют, они действительно, это их гражданская позиция. Они правильно считают, правда, так считают, что мы подрывную деятельность какую-то видим? Ну, то есть желание хорошо заработать, но под хорошим прикрытием, то есть под прикрытием власти, это было, в принципе, всегда. Но теперь, понимаете, теперь появилось вот такое для этих людей прикрытие или оправдание, что вот они, оказывается, с той Россией, которая воюет. Вот в чем дело. Вот это прекрасное прикрытие. Конечно, они понимают, что мы говорим правду. Потому что... То есть мы ругаем власть, потому что мы якобы с Россией, не потому что власть заслужила нашу хотиму. Это прикрытие, это их оправдание, но это, так сказать, оправдание перед деньгами, а не оправдание перед совестью. Потому что все нормальные журналисты, какие бы они были, проправительственные, оппозиционные, очень легко могут понять, где правда и где нет в этих вещах, тем более о которых мы говорим. Вот, например, возьмем одну самую простую вещь, о которой мы говорили. Может ли какой-то совет по инвестициям что-то запрещать телевидению, масс-медиа? Ну, это же абсурд. Ну, я думаю, что каждый нормальный журналист, или если его спросить честно в таких условиях, которые бы не повредили, скажем, ему, он скажет, ну, конечно, он может рассмеяться, как и мы. Ну, это же абсурд. И много таких вещей. То есть, манипуляция по умолчанию и так далее. Вот все эти вещи, которыми нас давят, и вот этими парадоксами, и мы вынуждены, ну, не то что защищаться, мы вынуждены просто, как говорил один мой товарищ журналист, вот настолько абсурдно, что я не могу это выразить, я не могу об этом даже написать. Настолько это уже абсурдно, настолько раз мы пытались это все объяснить. И знаете еще такая вещь, что, например, те, которые нас слушают, большинство наших зрителей, вот эти свободы наши специальные журналистки, их мало интересует. Мы как бы не находим опоры. Мы не находим, вот у кого найти опору? Люда говорит, что рассказала этим представителям Европарламента. У нас были, если помнишь, Анджей Вайда, или как, этот известный, легендарный венгерский революционер, который выиграл суды СПЧ, потому что носил звездочку во время митинга. И еще его коллега тоже из Европарламента, из Словакии, они были у нас, и у них была такая же реакция, когда мы рассказывали, что здесь происходит, а они мотали головой и все, не могли поверить. Ну вот, говорит, вы точно ничего не придумываете? Вот, трудно бороться с абсурдом. И поддержка у нас, ну, вот, в принципе, вот мы друг друга поддерживаем. Поддерживают нас, может, люди, которым нужны эти телевидения, и которые финансируют эти телевидения. Ну и вот, в принципе, все. Вы знаете, комментарии есть очень интересные, и там уже люди между собой начинают полемизировать, но в основном нас поддерживают. Есть те, которые поругивают, но поддерживают большинство подавляющее. Еще один аспект я хотел отметить. Среди тех так называемых правильных СМИ, которые не подвергаются каким-то репрессиям, давлению, прессингу со стороны власти, очень много, если не сказать все, ну, мне трудно об этом судить, я не располагаю точными данными, я предполагаю, что очень многие из них финансируются из-за рубежа. Они, кстати, не скрывают это, что где-то процентов на 80, там, на какие-то большие проценты, они получают финансирование из-за рубежа. При этом нас обвиняют в том, что якобы нас кто-то финансирует из-за другого рубежа, из-за другого рубежа, и мы поэтому плохие. А зайдите, ТВ-8, совершенно точно, они все в открытом доступе. Я не хотел называть все конкретные ресурсы. Ну, они не скрывают, я могу это назвать. Они, может быть, даже гордятся этим. Я не знаю, если гордятся, но это не секрет. Средства массовой информации, которые и так финансируются из-за рубежа, то есть не из Молдовы, даже не правительством республики Молдовы, может ли оно считаться независимым и свободным? Потому что, как правило, тот, кто тебя финансирует, преследует тоже какие-то цели. Или нам воспринимать за чистую монету то, что они говорят, что, дескать, мы продвигаем свободу слова демократии, поэтому даем им деньги, а они уже дальше будут продвигать эту прокси-демократию, прокси-продвижение какой-то демократии. Чьи интересы они будут обеспечивать, вот такие средства массовой информации? Ну, это же как бы понятно, кто платит. И где тут мораль, где аморальность? Я хотела немножечко, вот, я, наверное, несложно ответить на этот вопрос, где мораль, ну, такой вопрос, мораль сейчас. Ну, знаете, вот я журналист, мне дает денег кто-то, рекламодатель, я обеспечиваю интересы, либо зритель мне платит, ну, каким-то опосредованным образом. Если вы берете рекламные деньги, вы должны все с этими деньгами произвести по закону. Да, конечно, продукт продемонстрировать, у нас есть договорные обязательства. Вы должны в правильное время это все разместить, да, то есть рекламу. Вы должны в соответствии с законодательством Республики Молдова, значит, понять, вам вы можете это показать, а это нет, может быть, это заблюрить что-то надо. То есть здесь понятно, но у нас-то законы, как бы вам сказать, у нас законы вроде как написаны одни для всех, но когда начинают выполнять, то получается, что должны только вот те выполнять, а другие как бы нет. Но я вот в отношении журналистов хотела сказать такой момент, что вот такой разобщенности, как у нас, вот нет ни в одной стране. В обществе или в профессии? В среде журналистов. Я сейчас не буду там прям так говорить, хотя и в обществе есть эта проблема, она очень, на мой взгляд, серьезная. Вот журналисты, мы же с Валерой с тобой знаем, да, когда приезжают к нам на различные мероприятия, ну, раньше приезжали, мы общались, сейчас-то нас не зовут, наоборот. И вот они видят это все. Вы слишком много рассказываете, не того, что они хотят. Наверное. Значит, и они вот видят это все и говорят, у нас не так. Я говорю, а как? Они говорят, вот у нас как бы, да, мы друг друга можем там не любить, там у нас какие-то между... Мы боремся, мы конкуренты, честно, мы конкуренты, нормально. Но когда на какое-то СМИ идет, значит, наезд со стороны власти, мы объединяемся, потому что мы понимаем, что завтра мы будем следующими. И вот поэтому у нас как-то вот эти моменты никому в голову не придет. Понимаете? Значит, чтобы вот вы там, мы вам еще поможем, там вас толкает власть туда, в пропасть, а мы подойдем и тихонечко еще последнего пенделя вам дадим, да. Там не так. И это наша проблема. И получается так, что в этой проблеме, наверное, виноваты и мы сами, потому что столько лет это продолжается. И вот этот наш союз журналистов, да, который единственный орган, который мы же видели в последние годы. Вот, коллеги, давайте скажем, вот вы видите, как награждают кого они по результатам года? Кто у них там в топе? Звезды, звездей всех, звездов, там они в такой-то номинации, в такой-то, в такой-то. Вы хоть примерно там видели хоть кого-то рядом из тех журналистов, которые сегодня в таком теневом, и не только в теневом бане, да? Нет. То есть это продолжается достаточно давно. И этой проблемой, к сожалению, ну не знаю, никто никогда не брался заниматься. Потому что все время какие-то времена у нас были напряженные. То у нас одна власть, то у нас другая власть, да, то у нас все-таки взяли правые и левые объединились при констенсусе геополитическом. Такое, что же у нас было в 2019 году? И как-то никто... А кто же у нас должен заниматься таким объединением и обеспечить им прав журналистов? Прав и свобод. Но мы должны за это бороться. Лучше был союз журналистов, сейчас он перестал существовать уже. Он есть, но просто он... Я, например, свое яблоко журналистка, я была журналистом года, журналистом 2000 года. Значит, я получила это яблоко и стала, была лучшим журналистом за номинацию. В номинации, значит, лучшая информационно-аналитическая программа. И вот когда я увидела то, что вот закрыли раз канал, два канала, я вот без особой помпы, да, я взяла тихонечко это яблоко, этот диплом, передала водителю, написала от кого, и сказала, больше не хочу с вами иметь дело, извините. Вы не профессиональные, вы непорядочные, вы не журналисты. И я настаиваю на этом. Все, вот это был мой личный поступок. Потому что вот это как будто вот, знаете, что-то общее с ними иметь. Я не хочу. Очень показательно было, когда ассоциация, в названии которой присутствует и независимость, и пресса, и так далее, не хочу я называть ее конкретно, эту ассоциацию, она как бы выразила недоумение, когда власть лишила лицензии, приостановила действие лицензии там целого ряда телеканалов. Но при этом оговорились они публично, что, дескать, мы не против. Действительно, эти телеканалы, наверное, нужно было как-то санкционировать. Единственное, что нужно было представить более четкий аргумент. Аргументы представлены не были. И они как-то смирились с тем, что аргументы не представлены. Потому что, видимо, на их взгляд, эти каналы действительно нужно было как-то наказать, лишить возможности вещания. Это двойные стандарты, на мой взгляд. Да? Конечно. Делают они это тоже, видимо, трудно сказать, исходя из каких-то убеждений. Финансовых каких-то вопросов. Финансовые вопросы вообще многих портят. Ну, есть, конечно, это вопрос. Вы же смотрите, эти каналы популярные, которые закрываются. А рекламный рынок не резиновый. Он у нас один на всех. То есть это совершенно понятно, что предприниматели не будут больше бюджетов. Когда вы говорили о других государствах, у журналистов, которые там действуют, видимо, у них нет вот такого четкого противостояния. У нас сейчас, чем больше различных средств массовой информации, тем меньше свободы слова получается. Потому что остальных-то отсекают оппозиционеров. Ну, есть такое. Государственная измена. Грозит ли она? Может ли сейчас журналист, вот, в связи со всеми этими изменами, попасть под такую вот раздачу, вот такую статью схлопотать? Государственная измена. Я, вы, другие наши коллеги, которые не боятся пока еще говорить правду о том, что они считают. Высказывают свое мнение по поводу действий власти. Может ли им грозить обвинение по такой статье о государственной измены? Ну, сначала была обговорена, то есть внесли в эту статью об измене родины дезинформацию, как мотив предательства. Затем они немножко подумали, потому что было сильное давление не с нашей стороны, оно такое, какое оно есть, но выступила Амнисти Интернешнл. Наверное, кое-кто позвонил из Европейского Союза. Они убрали дезинформацию, но они оставили все это в объяснению к этой статье. Вот же существует как бы трактовка, и она остается, то есть судьи или прокуроры, когда обращаются к этому закону, они смотрят эту трактовку парламентскую. И она останется, то есть вот эта дезинформация, как мотив предательства Родины, она останется, и к ней могут прибегнуть и прокуроры, и судьи. Поэтому никто не застрахован из журналистов, что может попасть под эту статью. Хотя сама формулировка, она абсолютно парадоксальна, потому что само предательство предусматривает классически, что ты информируешь врага, а тут ты дезинформируешь общество, и получается, что ты тоже предатель. Но так можно подвести под этот монастырь, извините, можно любого подвести. То есть вот то, что мы говорили о некоторых вещах, которые свободно говорятся в Европе, которые случаются, и теперь это идет в разрез с официальной политикой интеграции и развития Евросоюза. Если ты применяешь здесь, то получается, что ты дезинформируешь, по мнению, скажем, Совета по телевидению или некоторых депутатов, и могут, так сказать, пришить, шить тебе дело. Смотрите, так же парадоксально выглядела сначала реакция генерального прокурора на вот эти изменения, которые были произведены. Казалось бы, формулировка стала более расплывчатой и общей, не конкретной, а прокурорские и вообще правоохранители обрадовались такой формулировке. Ну, вот это было сначала странно как-то выглядело. Было бы конкретно, тогда да. Вот если совершил вот то, 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 значит его можно за это, ну, во всяком случае, следствие какое-то завести. А с расплывчатой формулировкой, мне казалось, что для нормального следователя это только затруднительно. А потом знающие люди объяснили, что чем более расплывчатая формулировка, тем удобнее в эту сеть загрести как можно больше. То, что я заметил, когда спрашивали в одной из передач вновь назначенного генерального прокурора, когда его спросили, вот какое его отношение к первой редакции этой статьи по предательству и ко второй, то из его ответа выходило, что он согласен и с той формулировкой и с этой. Ну, вот что Бог даст, они как бы сидят, потому что вы правы. Чем туманнее, тем легче следователи предъявить вам обвинение, если они занимаются вот такими парадоксальными с точки зрения конституции и закона вещами, потому что это абсолютно любой нормальный юрист вам скажет, что это парадоксы, что это надуманные абсолютно. Но с такими вещами не шутят, потому что люди получают за это очень жесткие наказания до 20 лет, понимаете? Ты до 20 лет, потому что ты, например, журналист, если тебе хочется осветить какую-то, каждому журналисту хочется взять какую-то оригинальную или тему, или ту, которую не исследовали до него, и получится, что ты дезинформируешь, не дай Бог. То есть что это означает вообще, что журналисты у нас какие должны быть? Белые, пушистые? Телевизионщикам будет сложнее, потому что мы несем ответственность, получается, еще и за то, что у нас говорят наши гости в эфире. И вот если будет сидеть... Нет, серьезно, да. И вот будет сидеть какой-то человек, который будет что-то там доказывать. Я, естественно, должна его спросить, у вас есть доказательства? И он будет мне говорить, да, но это будет доказательство с его точки зрения. И получается, что что бы я ни делала, а такие прецеденты были, когда известные политики какие-то вещи говорили в эфире, и совет по телевидению штрафовал. За что? Ну, ведущий не так отреагировал. Получается, что ты весь лет... Вас же наказали за то, что вы улыбнулись на какую-то реплику гостя. Да, моя улыбка стоила 10 тысяч лей, потому что, когда человек рассказал анекдот, и я в это время улыбнулась. И я вот сказала, ну надо же как. Сколько стоит? Буду теперь знать, сколько стоит, да, моя улыбка. Но вообще, понимаете как, они что говорят в свое оправдание? Они говорят, что мы только будем штрафовать и заводить уголовные дела, значит, если это будет намеренная дезинформация. Но вот как это доказается? Кто решать-то будет? Да, вот абсолютно. Намеренная была или случайная? Или случайная. И почему мы уверены совершенно, что будет сходить с рук вот эта дезинформация одним телеканалом и порталом, и в то же время другие смотрят сквозь, я не знаю, там сквозь лупу, там то, что буквально каждое слово. Вот смотрите, я хочу вам пример такой привести. Подписание этого пакта. Вот очень многие средства массовой информации про правительство, наверное, процентов 90, и один портал русскоязычный, не буду сейчас его называть, но который является, ну просто, я не знаю, каким авторитетным для представителей нашей власти, все дают информацию, что ЛДПМ, партия Филатов, подписали этот пакт и все такое. А, про европейский? Да, да. И все это выдали. Кто-то там добавил такую информацию, что да, но не сразу они подписали, но потом. Потом еще какие-то, но подписали. Приходит господин Филат ко мне в эфир, и я ему задаю этот вопрос. Я говорю, слушайте, объясните. Он говорит, да ничего мне не подписывали, подписывать не собираюсь, потому что там есть власть. И какая же это, говорит, борьба со всеми этими непотребствами, которыми она совершает. И тут я себе подумала, я, конечно, что не сказала в эфире, то есть, а вот эти СМИ, которые тут Дезуси вот так вот взяли и распространили, вот хоть кого-то наказали? Вот может быть, а вот... Пройдут годы. Нет, понимаешь? А тут вот давай подумаем. А вот намеренно можно даже доказать. Хочу я подведу основу. Для того, чтобы Советство телевидения инициировало уже эту проверку, кто в чего распространил и, может быть, принял меры в соответствии с вот этим регламентом или проектом регламента. Хочу верить. На самом деле, как мы сейчас по ходу разбираемся, это есть проявление той же цензуры в разных формах, в разных законах, в разных отношениях Совета к нам. Это и есть форма цензуры. То есть, и от этого не скроешься. Телеканал «Примул и Молдова» отстаивает в суде право на вещание. То есть, оспаривает решение о приостановлении действия лицензии на вещание. На каком этапе сейчас находится, Людмила, рассмотрение этого дела? На том, у нас уже трижды, получается, принимали запретительные меры. Последний раз обвинили, что якобы предоставили не все документы. Ну, там была пресс-конференция, где юрист буквально показала, что есть платежи за отправку, за этих документов. То есть, по почте, все дела, все корешки, бумажечки, каждая бумажечка, как бумажечки, пожалуйста, что мы все предоставили. Потом сказали, что какие-то счета, их было много. Господи, помилуй бог, откуда же там столько счетов, как они там, значит, это все... Это тоже легко проверяется. Я же просто начала с чего? Нет правил, господа. Нет правил. Даже если вы будете делать все буквально, вот даже по-новому их, значит, законодательству, и будете вести себя, я не знаю, каким образом осторожно, все равно вот что-нибудь они придумали. Понимаете, вот смотрите, господин Гроссу комментирует ситуацию с Киркоровым, и говорит, у меня предчувствие, что это провокация. Нет, он не проедет в Москву. Я написала такой едючий колкий пост в своем, значит, в своем телеграм-канале, я написала так. Смотрите, канал закрыли по подозрению, теперь нужно действовать по предчувствию у них есть. Я говорю, нам нужно ожидать теперь, что они будут ссылаться на гороскоп, да, какие-то, значит, или, не знаю, или календарь мая, или не знаю, на что там, какие-то гадания. Это как улика, которую можно произвести в суде. У них будут какие-то, может, знамения у кого какие будут, понимаете. Но все-таки перспективы какие-то есть у Примула в Молдове в суде отстоять все-таки право на вещи. Я считаю так, отвечу вам на этот вопрос так, я считаю, что надо делать все, что мы можем делать. Вот есть процедура, давайте так, нет, давайте в этот суд, в этот суд. Надо доходить, значит, до европейского суда. Надо делать все, чтобы потом, когда, значит, предоставится такая возможность, чтобы мы сказали, а мы сделали все. Мы сделали все, и мы все делали для того, чтобы мы, чтобы этот канал вещал. То есть я считаю так, что есть процедура, надо безукоризненно. Вот вы говорите о европейском суде, но история с телеканалом НИТ, она как бы тоже вот не совсем благополучно закончилась для телеканала, который тоже, очень многие говорили, что был закрыт неправомерно. Я и сейчас считаю, что он закрыт неправомерно, и приложила к этому руку госпожа Домника Маноле. Каждый НИТ-овец навсегда напомнил это имя. Потому что, извините, она была судьей, конечно, она принимала эти решения, и я считаю, что она несет ответственность за это все. Я считаю, что это тоже было конъюнктурное решение, с каких-то своих соображений. Но я не считаю, что если случилось так, мы не должны дальше, в дальнейшем. Но ведь, смотрите, Европейский суд принимал решение, благодаря которым восстанавливается, восстановлено доброе имя господина Стоиногла. Европейский суд принимает решение, согласно которым в процедуре партии, решение в отношении снятия с выборов партии у нас оспариваются. То есть нам необходимо все равно это делать. Другой вопрос, что я... Тут все сложнее. Ведь, смотрите, даже когда принимают такие решения, суд, что да, это было несправедливо, там партию сняли, мне кажется, что наши здесь вот должны идти тоже до конца и требовать, чтобы вернуться к той ситуации, чтобы был статус-кво. Потому что, ну что, сняли партию, и все сказали, плохо, не по закону, но надо идти дальше. Пусть теперь эти выборы как-то действительно, раз не по закону, пусть как-то с этими выборами что-то решают. Вот есть одни выборы, давайте эти проведем. Выборы. Вот мы как раз, можно сказать, в преддверии выборов находимся. И сейчас Центральная избирательная комиссия, Совет по телевидению и радио, другие заинтересованные структуры обсуждают регламент проведения, в том числе дебатов предвыборных. И прозвучала такая идея, что дебаты должны проходить только на общественном телеканале. А все остальные телеканалы должны это транслировать. Вот мне хотелось бы с вами вот обсудить это интересное такое, интересное предложение. Как вы, Людмила, относитесь к такому предложению? Ну, если бы я участвовала в этих дебатах, я была бы против. То есть на одном канале, пусть и публично, в общественном телеканале, с их ведущими, с их регламентом, в их формате, и в этом участвуют все. А спросите меня, почему я против? Я вам могу ответить. Я против, потому что я помню скандалы, которые были именно с этим телеканалом во времена прошедшей кампании, когда они не позволили высказать свою точку зрения депутату Диане Карман. Это было на М1? Да. То есть вы помните, ей не дали слова на том основании, что она хотела говорить по-русски. Скандал был такой приличный, да, она об этом много писала. По-моему, даже на пожаловываться в прокуратуру. Я не знаю, там идет ли еще по каким-то... То есть, понимаете, канал, во-первых, доказал свою, ну, не знаю, наверное, неспособность бесскандально, без вот, значит, всех этих моментов проводить, значит, дебаты. Это первое. Второе. Почему мы должны отдавать свою точку зрения, да, вот депутаты, которые будут участвовать, не обязательно депутаты, те, кто будут там доверенные лица, да, президентов. Вот так они будут. Значит, почему мы должны полагаться только на телеведущих государственного СМИ? Хоть оно и общественное, но мы же знаем, откуда финансирование идет. Мы же знаем, как парламент, какую роль играет в этом во всем. То есть, получается, это уже как бы некое такое... Неравенство. Да, неравенство. И это помощь уже к кандидату, который будет идти от власти. А кто у нас кандидат от власти? Не помню. На президентских выборах. Ну вот. Хотя, господа, не знаю, очень хочу быть неправой, но мне что-то подсказывает, что не будет президент участвовать лично в этих дебатах. Вот что-то мне такое подсказывает. Что-то было, вот какое-то сообщение о том, что Майя Сангу якобы уже своему окружению заявила, что не собирается участвовать в дебатах. Да, я вот не слышала, но я предполагаю. Я хотел подвести тоже к этому сообщению. Я не знаю, не могу точно сказать, потому что я не уверен. В источнике я подчеркиваю, что я не уверен. У меня нет достоверной, абсолютно достоверной информации на эту тему. Но как бы вы взглянули, если бы это оказалось действительно так? Если претендентка, главное, на пост президента Республики Молдова отказалась бы вообще от участия в телевизионных дебатах? На последних выборах, которые проходили на последние три года, вырабатывались разные механизмы для того, чтобы убирать неугодных кандидатов. Вы помните, да, Таубер в Бельцах, потом Шанс везде, около 8 тысяч кандидатов. Потом недавно, вот сейчас, в Тырного, тоже кандидата от Шанса. Можно продолжать этот список. То есть они обкатывали эти вещи. Это одна сторона дела, это самое главное. Потом сейчас придумали списки и для кандидатов в партии. То есть, если ты даже кандидат в партии, ты должен принести 20 тысяч, или от 15 до 25 тысяч подписей из более половины районов. И чтобы они все были достоверные. Ну, вы понимаете, что это такое, да? То есть, может быть, любая подстава, и тебя снимают. Это. И осталось, вот, не то, что осталось, но один из главных тоже фактов, которые должны быть в руках для манипулирования этими выборами. Вот именно средства массовой информации. Хорошо бы, чтобы это было одна, да? Чтобы, понимаете, одно дело, когда ты манипулируешь одним средством информации, а попробуй достань всех, попробуй достань это подполе, где еще кто-то там говорит что-то, да? Поэтому все сконцентрировано. В принципе, отвечает один человек, директор Цуркана. Мы знаем все, кто такой Цуркана, да? И пару еще человек, которые будут ввести. И все. И до них доводится абсолютно то, что надо власти. Вот почему. А тогда спрашивается, вообще, зачем другие средства массовой информации? Оставить, как раньше. А другие должны будут транслировать то, что производят это. Одно телевидение, два канала, четыре газеты, все властные. Зачем еще мучиться? И все. И вопрос решен. И, то есть, у нас есть царь на многие годы вперед. Если так было бы, то есть, на публичном телеканале дебаты со своим ведущим, под свой регламент, почему тогда Майя Санду, ну, как вот говорят некоторые люди, боится, ну, боится, это я так сказал, извините, не собирается участвовать, якобы не собирается участвовать в телевизионных дебатах, если все свои будут? Ну, это же не первый раз. Она же во втором туре, когда в 20-м году, она тоже не была дебатов тогда. Это 20-й год, она тоже отказалась, они только это решение там как-то выносили, и не было ее. Никто ее не может заставить, это действительно ее решение, и оно не противоречит закону, но я хочу сказать, что в странах, где действительно есть зрелая демократия, вот за это ее бы, конечно, избиратель наказал, и очень сильно. Да, потому что дебаты предвыборные, это все-таки какая-то специфическая передача. Это не просто вышел с листочком, зачитал то, что тебе там написали помощники, тут нужно ориентироваться по ходу, наверное, пьесы, и уметь ориентироваться. Да. Мне кажется, что избиратель в странах сразу в этой демократии расценил бы это как неуважение к себе, потому что именно на этих дебатах задаются самые острые вопросы, и люди понимают, куда движется страна, если, или будет двигаться, если вот этот человек возглавит страну, или если он станет депутатом, там, зависит от выборов. И, то есть, это не поняли бы граждане многих стран. Ну вот у нас это происходит так, как это происходит. Я, честно говоря, вот как-то так сидела, думала, если бы я, например, вела эти дебаты. Ну вот я бы сказала, спрашиваю себя, Людмила, ну что бы ты сделала? Мне кажется, я бы вот ничего плохого не делала, я бы просто взяла и вот высказывание в отношении одной и той же темы, сказала бы, Майя Санду, например, да, 2020 год, Майя Санду, 2023 или 2024, там, и не только 9 мая, там, что говорила, никто не отберет все, ну все это помнят. Масса. И вот ничего бы не сделала. Вот просто сказала бы, вот так, а вот так, вот это, а вот это. И мне кажется, что после вот этого вот всего, я даже не знаю, что можно было бы сказать. Вот извините меня, пожалуйста, ну, то есть, не комментируя, ничего. Вот это и вот это. И вот давайте, граждане, вот мы голосуем за этого человека. Мне кажется, она понимает эти моменты, что люди-то могут готовиться, оппозиция, она же дерется уже на этих выборах, она, понимаете как, для нее это жизни, не знаю, жизнеобеспечивающие уже вещи, понимаете, это жизненно важно. Кстати, а не ждать ли нам какого-то очередного изменения регламента избирательной кампании, предвыборной кампании, когда, может быть, будут запрещены вообще любая критика в адрес контр-кандидата? Я думаю, что даже им незачем это делать. Понимаете, если ЦИК абсолютно подчинена, я еще этот фактор забыл сказать, то там можно танцевать что угодно, под разные мелодии, но один и тот же танец, один и тот же танец, который придуман. Что касается, почему не говорит, ну, люди как бы и сами догадываются, почему кандидат, который приходит на выборы, ему не разрешает команда политтехнологов говорить. Я в нулевые годы был членом одной такой команды, и там был кандидат в примары города Кишинева, и ему тоже не разрешили говорить. И главный наш политтехнолог сказал, так, ребята, слушайте сюда, значит, он так подготовлен, и у него такой горизонт культуры, что лучше бы ему молчать. Будет кто-то говорить за него. Ответ понятен и принят. Я даже знаю, про кого ты говоришь. Господин Лесневский несколько раз бывал у нас в передаче, и в одной из его участия в передаче он сказал, такой не очень приятный для телевидения, в частности, вещь, он сказал, что доверие зрителя к телевидению очень сильно падает и стремится примерно к 70%. Вместо телевизионного источника информации занимают уже блоги, другие площадки, где можно информацию почерпнуть. Есть ли еще шансы у телевидения, вообще у СМИ, таких традиционных СМИ, выдержать эту борьбу, выжить в этих условиях? А, и, кстати, да, вывод интеллект-группы был в том, что действие власти оказывает на это непосредственное влияние, на то, что рейтинг традиционных источников среди зрителей падает. Есть ли у нас шансы еще выжить? Иногда звонят друзья, они журналисты, которые следят за политическими процессами, говорят, ты видишь вот такой-то и такой-то проправительственный канал. У них были когда-то на этих самых передачах, то же самое, до того, как они стали преданными властями, по 5-6-7 тысяч сразу слушали или смотрели эту передачу. А сейчас еле набирает несколько сот, иногда десятки, то есть никто не смотрит. Это действительно так, как говорит специалист социолог, нету никакой возможности, чтобы они поднялись, понимаете, потому что им просто не разрешат быть другими, не разрешат. Гнуть линию, занимаются пропагандой, говорят лозунгами, не трогают никак представителей власти. Ну, а плюрализм спас бы эту ситуацию, если было много и разных? А кто разрешит плюрализм? Представим себе такую ситуацию. Мне бы хотелось, если бы меня не любил. Трудно теперь представить. Это только после. Плюрализм будет после. Ну, смотрите, сейчас очень много источников информации и очень много источников, не знаю, там, развлечения, да. Люди заходят в интернет и к их условиям, и к их услугам, что называются, все возможности. Но в то же время, понимаете как, у телевидения есть своя функция. Она отличается от функции интернета. То, что мы даем, не просто, да, мы можем отстать как бы выпуск новостей и не сказать прям в ту секунду о том, что произошло. Но телевидение специфическая роль, мы рассказываем об этой ситуации вообще, как она за это время, кто что сказал. И это все кратко, это все компактно. То есть я вижу, что роль телевидения не падает. Она просто несколько другая. И люди, которые сидят в интернете, они бы с удовольствием смотрели хорошие, добротные выпуски новостей. И у телевидения есть шанс такой. При одном условии, если он станет честным. Потому что вся фальшь, которая есть, вот зритель чувствует на расстоянии, я не знаю, наверное, тысяч километров. Вот люди смотрят, это безжалостная вещь, камера. Она сразу все показывает. Сразу. И если телевидение вот будет, у нас будет такой шанс, где мы вернемся к такому формату, где у нас будут, да, как бы, у нас-то и сейчас разные точки зрения, но я имею в виду, что для всех это станет. Людям будет интересно, люди любят эти дебаты. Интернет не дает эту картину. А вот, когда спорят, там живой спор, будем надеяться, что такое после, как сказал Валерий, наступит, телевидение возродится и займет свою заслуживающую роль в зрительской аудитории. Любите ли вы телевидение, так как люблю его я, да? Спасибо вам огромное за беседу. Такой была сегодняшняя передача. Оставайтесь с нами. Всех журналистов еще раз поздравляю с Днем журналистов Республики Молдова. До встречи. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин